Привет! Сегодня в выпуске. Бывшая пассия Тимати устраивает шоу, так как очень хочет развести хомяков. Нас призывают продавать верхнюю одежду, если не хватает нахренят блогера. Рита Дакота решила подвинуть Елену Блиновскую. А с понедельника на работу не выходим, так как для нас проблемы с деньгами уже решили инфлюенсеры. Так что можете прямо вот сейчас вставать с рабочего места и заказывать такси домой. Но для начала предлагаю обсудить это все более детально. Но уже после видео можно идти к начальству. Как всегда, попрошу вас поставить лайк. Это очень помогает каналу, так как если не просить, то по статистике на 20-30% лайков меньше. И да, понимаю, наводить палец или мышку на лайк, а потом еще и кликать на нее, лень. Ну а вы не подумайте, что это просто так. Я вам за это покажу милого котика. Просьба о лайках была. Котик был, ну не хватает только просьбы о подписке на канал и на мой телеграм-канал, ссылка на который всегда в описании. А начинаем сразу после небольшого отступления. Как вы могли заметить, в последнее время мы опять частенько стали слышать новости о блокировках. Недавно вот временно заблокировали домен телеграма. На следующий день снова появились призывы заблокировать ютуб. В общем, стабильно где-то раз в месяц нас с вами пугают блокировками. И вот, чтобы не бояться таких запретов, необходимо соблюдать цифровую гигиену. Одной из ее составляющих является использование VPN. Я вам уже как-то рассказывала о VPN-сервисе Surfshark, но считаю, что и новым пользователям было бы полезно узнать о хорошем VPN-сервисе. Используя один сервис Surfshark, вы получите множество преимуществ и станете более защищенным пользователем сети. Знаю, что многие испытывают проблему со скоростью при включенном VPN. В Surfshark же скорость остается высокой, связь безопасной, а все зацензурированные сайты и приложения легко открываются. А если, например, вы подключитесь к Wi-Fi в кафе, транспорте или других общественных местах, Surfshark зашифрует ваши личные данные и никуда их не передаст. Также с VPN вы сможете избежать ценовую дискриминацию при покупке авиабилетов или бронировании жилья. Благодаря VPN можно посмотреть, какие цены сайт показывает в разных странах и, таким образом, неплохо сэкономить. А синефилом – это люди, которые обожают смотреть и анализировать фильмы и уделяют этому процессу много времени. Сервис тоже будет очень кстати, так как подключившись к канадскому серверу, вы получите самый большой каталог фильмов на Netflix. И, что очень удобно, подписка на Surfshark действует на неограниченном количестве устройств. Покупайте одну подписку, а пользуйтесь преимуществами VPN с телефона, планшета или ноутбука всей семьей. Что важно в текущих реалиях, подписку на Surfshark можно оплатить из России. И самое приятное – это промокод YouTubeNet, который даст вам скидку на подписку в 85% и 3 месяца бесплатного использования. Ссылку на VPN-сервис Surfshark я оставлю в описании. Я знаю, что вы безумно радуетесь, когда появляются новые учителя на бескрайних просторах интернета. Так как учение – это что? Правильно? Ничего. В случае, когда нас учат люди без знаний. Для людей же, умеющих критическое мышление, это не более чем развлечение. Так как обычно их потуги, кроме кринджа и смеха, других эмоций не вызывают. Сегодня у нас новый для канала герой. Я бы сказала отечество, но нет. Просто герой. Ну, если быть точнее, то героиня – Адель. Еще никто не знает, кто такая Адель Вейгель. Да что ты. Вот сейчас и узнаем. Google говорит, что это модель и диджей. От себя же добавлю, что годом ранее она боролась за сердце Тимити в холостяке, а сейчас является девушкой Михаила Литвина. Ну, это блогер, который любит рассказывать деткам сказки о богатой жизни, которая их ждет после того, как они переведут ему денежки. Ну, вы понимаете. Что касается диджеевства Адель, то могу сказать, что, зная мы уже одного диджея, который подался в просвещение, могу сказать, что крутить диск у нее как-то лучше получается. Но все же, справедливости ради, здесь ситуация посерьезнее, так как Адель – поэт. Скажи, а какие поэты тебе нравились? Поэты? Вот это такой вопрос, я сейчас тебе отвечу. Я не следила за поэтами, я знаю каких-то поэтов, понятно, Тургенев, Пушкин и так далее. Но я не интересовалась творчеством каких-то конкретных поэтов, я просто писала сама стихи. Думаю, к этому моменту уже должна была сформироваться картина, с кем мы, собственно, имеем дело. Так вот, влившись тусовку у Субы и Литвина, она не смогла ничего противопоставить своему окружению. И решила, что вместо стихов лучше тоже начнет нас учить делать бабки. Самое масштабное обучение межгалактического уровня, в котором каждый сможет прийти к результату и научиться делать бабки на контенте. Ну вот опять. Бабки предлагают делать на создание рилсов для блогеров. Мол, актуально, востребовано, ниша пустая, денег неверено. Ну, в общем-то, как обычно. Цель этого курса – зарабатывать деньги с любой точки мира, и на всяких ставках, и на какой-то херне. Я просто так подскажу. А на реально хорошей работе, на самой востребованной работе, которая сейчас есть и будет, наверное, в ближайшие 5 лет, это рилсмейкер. Короче, бросаем вузы, не тратим на учебу 5 лет, а идем к ней на рилсмейкера. Ну, вы же слышали, что это самая востребованная профессия. Притом, что инстаграм вообще в стране в блоке находится. Неизвестно, что потом еще придумают. Ну, кого это волнует, когда говорят, что бабок будет немерено, да? Да. Просто представьте реакцию родителей, когда их ребенок подойдет и скажет им, что вместо вуза пошел на рилсмейкера к Адель. Ну, я это представляю только так. Ну, совсем дебил, что ли? Почему о детях говорю? Да потому, что у нее почти вся аудитория от Литвина, а там в основном подростки. То есть зарабатывать 100, 200, 300 кап в месяц, это будет для меня главная награда. В общем, пушка. Ну, собственно, как и другие пушки, которыми людей кормят на регулярной основе. Ааа, я же мамасита пушка, я же мамасита ракета. Это не просто пушка, бомба, ракета, петарда. Это уже на серьезном. Это будет пушка, это будет бомба, это будет... Девушка запускает курс, на котором будет обучать снимать и монтировать крутые рилсы, на которых можно заработать 300 кап. Тем временем, ее рилсы. Это определенно высокий уровень. Сначала блогеры запускают курсы по рилсам. Обучение по рилсам. А потом просят аудиторию помочь продвинуть их рилс за денежный подарок. Я хочу, чтобы вы помогли мне его запушить. Поэтому с меня за ваши и комментарии не шли. Кстати, мычат они по причине того, что Инстаграм блокирует таких вот любителей подарить людям деньги за лайки и комментарии. Поэтому ключевые слова, такие как лайки, деньги и тому подобное, очень плохо влияют на их аккаунты. Вот и приходится мычать. Подписывайся, чтобы получать. Уже. Вообще, я могу сказать, что советы от экспертов на этом курсе не уступают советам Топалова на курсе Додоренко. Так как и здесь на помощь приходит Авито. Только вот на этот раз, к счастью, продавать ничего не придется. А что делать вообще, если нет даже 12-го, 11-го айфона? Может быть, есть какие-то выходы из этой ситуации? Авито можно арендовать айфон за 2800 рублей. Тебе клиент заплатил деньги, ты взял в аренду телефон и все. А еще можно просто у заказчика взять телефон в целом, да? И снять на его телефон. Фу-пиздец. Заработок начинается с аренды телефона или с просьбы одолжить его у заказчика. Это потрясающе. Инсайты феноменальные. Мне предлагают бой ребят, молодых вообще, и говорят мне, мы хотим попасть к тебе на курс. Вот, для меня было так неожиданно. Я хочу спросить, зачем вам вообще нужно рубить бабки, для чего вы это хотите делать? Прежде всего, все-таки хочется самостоятельности какой-то в жизни. Хочется не сидеть на шее у родителей. И на попе ровно тоже не сидеть, да? Само собой, да. Актерская игра на уровне кукольного театра. Но после такого, конечно же, она скажет, что от покупателей просто отбоя нет. Мой курс так откликается многим, что просто поток учеников не заканчивается. Более того, мне пишут мои друзья, мои родственники, которые тоже хотят приобрести у меня курс. В общем, я и не знаю даже, что сказать. Тут не то, что кринж. Тут целая цистерна испанского стыда. Казалось бы, такие дешевые постановки уже в прошлом. Но нет, этим еще промышляют. Могу сказать лишь одно. Берегите своих детей. Ну, так как кто знает, как подобное скажется на их психике. Но мы идем дальше. Помните персонажа, которая умоляла купить ее курс? Ну, так как в противном случае у вас не будет денег на похороны. А потом еще в ход шла промывка мозгов на том, что мужа заберут на фронт, а вы останетесь без денег. А купив ее курс, вы вообще будете в шоколаде. Ну, после того, разумеется, как выплатить расходку. Так вот, наша несостоявшаяся карьера на Вайлдберрис до сих пор очень волнует эту даму. Сознание блогерши ни в какую не признает фразу «У нас нет денег на твой курс». И здесь моя любимая отговорка «У меня нет денег». На самом деле деньги есть абсолютно у всех. Даже у бомжей. Давайте по чесноку. Ну вот не ной. Не ноль у тебя. Ну вот реально. Даже у бомжа не ноль. Но если же вообще все туго, денег нет, кредит не дают, то в таком случае нам советуют продавать свои вещи. Я серьезно. Продать свои вещи, чтобы скинуть ей деньги. Это пи... Все просто. Помнишь ту свою куртку, которую ты так и не надела? Прямо сейчас фотографируешь ее и еще штук 15 вещиц, которые ты не используешь больше трех месяцев, и продаешь на Авито. И уже через 2-3 дня нужная сумма у тебя в кармане. Реально. Они там уже совсем перегрелись на солнышке и поплыли, я так понимаю. Продать одежду, чтобы купить курсы блогера. А если у вас всего 15 вещей, так продайте все. Ну, посидите с гулой попой месяцок. Потом, как после курса заработок пойдет, приоденьтесь снова. На вещах, кстати, можно не останавливаться. Сейчас на Авито можно продать все. Можете квартиру на продажу выставить, чего мелочиться. Тогда вам и на Авито тариф хватит. Нет, ну, конечно, очень круто она придумала. Пишите в комментариях, что вы готовы продать, чтобы купить в курс у блогера. Меня вот, например, иногда посещают мысли лишиться кабеля интернета, чтобы не видеть это все. Помните, мы с вами смотрели видео, на котором какой-то работодатель искал себе работников, и одним из критериев приема на работу было обязательно прохождение марафонов Елены Блиновской. Очень важно, лично для меня, я не знаю, как для вас, пройти минимум два марафона Елены Блинов. Это первый и финансовый. Так вот, есть такая певица Рита Дакота. У нее есть парень, и у них есть курс. Ну, так вот, они рассказали, что люди указывают в своих резюме о прохождении их курса как о каком-то достижении. Вы представляете, какой это успех? До этого только Елена могла таким похвастаться. А теперь и Рита. Я вам просто напомню, что сначала Дакота продавала курс по какой-то эфемерной фигне с Марией Саладар. Обзор, кстати, есть на канале. Маша Саладар это человек, с которым я делаю, собственно, этот курс, который я... Машечка, если ты слышишь, я тебя очень сильно люблю и благодарю за то, что ты мне дала такую возможность развиваться в этом. Но теперь же, когда ее начали называть инфо-цыганкой, она решила открещиваться от того, что у нее был такой какой-то курс. И вообще она не знает никаких Маш. Про какой-то курс с Машей. У меня не было никогда... Это абсолютно непрофессионализм, кстати говоря. У меня не было никогда никаких совместных курсов ни с кем. Ее вообще не смущает, что в сети есть видеоподтверждение того, что такое обучение было. Ну да ладно, тут, думаю, понятно, что случай тяжелый. Мы о другом. Они сейчас с парнем толкают курс по медитации. Люди, которые это хейтят, ну, они просто не понимают, какое величайшее вообще счастье сегодня есть у людей, прикоснуться к великим мэтрам за какие-то смешные деньги по факту. Великий мэтр — это ее парень Федор, который просит какие-то смешные 36-150 тысяч. Ну смешные же деньги. Чего не смеетесь? Не смешно! Не поняли, да? Это Россия! А сама Дакота настолько проработанная, что тексты к ее песням ей надиктовывает некая невидимая сила после медитации. В песне саднам, собственно, вот главная фраза, это вообще хинди, по-моему, или санскрит. Короче, я даже не знаю, что это за язык. А как тебе это просто? Оно просто мне, как надиктовывают мне. Я записываю, а потом гуглю значение слов, и вот я, например, с переводчиком сидела и переводила. Это очень странно! Да вроде нет. Сейчас все так песни пишут. Не заморачивайся даже. Так вот, Рита тут заявила, мол, их ученики с курса пишут в резюме о том, что проходили курс по медитациям от ее мэтра. То есть люди, которые нанимают себе сотрудников, они понимают, что человек, который проходил медиториум, он с большей долей вероятности будет нравственным, хорошим. Короче, я чувствую, что мы делаем что-то реально большое. То есть, по ее мнению, работодатели каких-то рандомных компаний, читая резюме, видя фразу проходил медиториум, все сразу понимают. О, да, ты толковый человек. Видно, что шаришь. Правда, на деле я себе представляю немного иную реакцию работодателя, когда ему объяснят, что это вообще такое. Примерно такое. Пес, пошел вон! А теперь вишенка, благодаря которой вы можете прямо сейчас класть начальству на стол заявление об увольнении. Новый способ быстрого заработка от блогеров. Ура! 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 Схема не нова, но сейчас почему-то у нее пошло второе дыхание. Блогеры активно начали рекламировать лохотрон под видом игры. Посмотрите, что мой муж занимается уже три дня. Во-первых, я прошу потише, потому что у меня ставочка прожди, пожалуйста, умоляю. Угу, давай, давай. Щоп! Я тебе заработал на браслет. Я закинул 10 позавчера, уже 53 300. 53 тысячи просто за то, что пальчиком нажал на экран. И якобы проиграть шансы вообще минимально. Делайте ставку, ждете, пока коэффициент дойдет до нужных вам значений. И все, забирайте профит. Входим, делаем ставку в 500. Ждем, когда будет минимум х2. Забираем. Выигрыш есть? На деле же, это классическое казино. Шансы выиграть крайне малы. А блогерам просто дают подкрученные аккаунты, чтобы они постоянно выигрывали и таким образом завлекали клиентов. Недалекие люди, кто пишет мне, ты представляешь, сколько там людей проигрывают? А вы представляете, сколько там людей выигрывают, блядь? И сколько мне много приходит приятных сообщений и комментариев, где люди благодарят меня. Ага, благодарят. А когда подписчики просят дать им ссылку на эту чудо-игру, то они говорят, да это не реклама, мы ссылок не даем. Найдите сами в интернете. Но, если, конечно, хотите, тогда вот ссылка и промокод. Под видом не рекламы это все подают, потому что сейчас народ уже не так активно ведется на подобные лохотроны. Поэтому заказчики рекламы просят сделать все нативно. Развод стар как мир. Но, тем не менее, очень много людей до сих пор ведется на подобные. Но ведь это же не реклама даже. И вот же нам при нас показали, как деньги приумножили. А если сказали, что не реклама и при этом показали, как деньги приумножились, то точно не врут. Сейчас какую только фигню не придумают. Поэтому не забываем поговорку про бесплатный сыр и бережем свои деньги. Хотя я понимаю, что большинство моей аудитории это и без того понимает. Но, тем не менее, на канал частенько заглядывает целевая аудитория лохотронщиков. Так что лайк будет очень даже кстати. Это поможет показать видео на более широкую аудиторию. На этом видео подошло к концу. Спасибо за просмотр. Также, если вы еще не подписаны на канал, то предлагаю это исправить. А удар в колокольчик не позволит вам пропускать новые видео. Увидимся в комментариях. Пока.